всем привет андрей разин с вами но я просто вам говорю вспомните мой ролик вспомните мой ролик о котором я говорил что я группе вас кроме не подпускал шоу-бизнес даже на пушечный выстрел потому что это грязь наркотики это проституция это гомосексуализм это педофилия и вы вспомните я же вам всем это рассказывал что почему группа ласковый май на протяжении всей своей концертной деятельности никогда не прикасалась к этим мразям вот и лолита вышла на сцену и стала оскорблять меня как руководителя группы ласковый май который защищал детей а я сказал что это смерть твоя смерть уже недалеко потому что такая мразь как ты она долго существовать не может говорить одно что ты воруешь у кацапов деньги а другое ползаешь как проститутка поэтому смотрите а ты же родилась не на подоле я мукачевская вот западная украина а ребята хотя москалях говорим клятые москалей нет такой не заклячу москалей не брак не вороги а шку москалей ну шо их треба потребляти шо я и роблю до сынку дочь добрый день дорогие мои поклонники мои подписчики рад сегодня вас приветствовать андрей разница вами ну вы знаете последнее время очень много артиста который высказывается в мой адрес ругают меня на чем свет стоит вот ну что наконец-таки давайте я отвечу правду кто такие они для меня вы знаете в 1984 году я стал работать уже в саратовской филармонии помощником режиссера и это была государственная филармония куда я устроился впервые на работу можете представить сколько лет прошло почти 38 39 лет и когда я пришел туда то у меня за плечами была только одна одно образование гпт у 24 города ставрополя профессия каменщика и вот с профессии каменщика я буквально за три года стал миллионером я заработал первый советский миллион я его потратил на своих одноклассников на ребят потому что квартиры в ставрополе стоили тогда по 2000 рублей машина 5000 поэтому я с этим миллионом с игорем чмуровым с моим начальником охраны героем советского союза мы взяли эти восемь мешков денег и поехали в ставрополь почти три месяца покупали моим одноклассникам детдомовцам квартиры моим воспитателям моим педагогам покупали жилье квартиры потому что я понимал что я знаю как работать в профессии именно шоу-бизнеса никто об этом не знал и вы знаете вот с тех пор я живу хорошо и удачно поэтому когда я слушаю вот этих все вот эти вот интервью моих там подопечных соседей моих с по цеху но мне просто смешно делается потому что ну как это мальчишка в возрасте 21 года в 24 года уже стал первым советским миллионером не зная ни одной ноты не учась ни одного дня музыкальной школе на детском доме не давали просто возможности учиться и вдруг становится миллионером знаете когда мне кто-то говорит там юрия шатунов он с неба упал и кузнецов они упали с неба две звезды безразина либо всего добились я хочу сказать что я случайно услышал эти песни действительно я услышал от ром и жукова и рома говорит смотри какие песни я послушал их сел действительно с в алмате на поезд и поехал потом пока ехал на поезде еще военный с оренбурга мне подсказал что это второй интернат он сам оттуда да он эти песни слышал и он мне дал еще несколько песен с этого альбома мы с ромой тогда слушали одну песню и вот когда я приехал в интернат вот ваша любимая тази кенова говорит я говорю кто эти это я с министерства культуры и так далее она перепугалась конечно ага то что случилось а где вот то этот мальчик кто это поет она говорит это шатунов он у нас в бегах я уже оформила вот документы он значит милиция вы ищет как только милиция найдет он будет уже в труд колонии я говорю хорошо а вот кто писал композитора это педофил он разделся голый ходил по интернату ночью пугал мальчишек голым потом когда вызвали милицию сторож вызвал милицию он сбежал и прихватил с собой еще инструменты я говоря где он сейчас а он сидит его сейчас будут судить он промышленная прокуратура его арестовала и он сидит в тюрьме и вот представьте я вытаскиваю кузнецова с тюрьмы с помощью своих связей так как я моя бабушка работала в семье горбачева в селе привольном ставропольском крае с марии пантелеевны с мамой и я вытаскиваю кузнецова с тюрьмы еду в кумертал к тетке ищу его почти месяц она говорит он там там она думала что я смелиться и когда я понял и мне ребята сказали что он скотник что он на скотском дворе помогает скотнику пасть пасти этих коров овец там я не знаю что я приехал ночью сидел там ждал когда он приедет и он на ворованном мотоцикле юра приехал туда в этот скотский двор и я его забрал естественно ему все сказал что я с министерством культуры привез его в загорск к сергею линюку к маме и мама две недели отмывала ему руки потому что он хватал цепочки вот эти вот но все время не слетали и у него руки настолько были черные что она две недели ему практически кожу снимала чтобы только руки были белые они черные я говорю что ты почему ты куришь он дать я курю и клей нюхаю я говорю почему клей ты нюхаешь а мне пацаны научили в детском доме это кайф я когда мне кто-то это говорит я говорю слушайте юра шатунов в принципе домино об этом сам сказал что я раньше в детстве до ласково мая курил шести лет или нюхал клей если уж говорите что это разин говорит так юра сам об этом говорит что до ласково мая у него такая была жизнь и как я переводил его как не отменял значит розыск его как я документы эти делал чтобы перевести его 24 интернат с галиной федоров вы даже не представляете так вот вот эти шапки эти типа артисты я вообще артистов там считаю ну человек 10 всего российской эстрады это те кто действительно достойны а остальные это шапки самые настоящие шапки вот я вам одно могу сказать когда я уже имел миллион то глызин за 5 рублей 50 копеек и ему давал слободкин работать не более 20 концертов в месяц представьте он ему член сосал лолита который судя обо мне что-то говорит то вообще не подпускали даже сосать ей за бутылку пива она на вечером на детской площадке за бутылку пива и за сигареты отдавалась в то время когда у меня был миллион и я без единого образования уже был продюсером номер один и собирал стадион все звезды и артисты получали ставки и дрожали боялись что их посадят тюрьму я никогда не боялся когда я ездил на чайке летал на собственном самолете минский автомобильный завод сделали мне огромный масс с квартирой целая квартира была на колеса эти шакалы вот эти которые сейчас вякают долины шмолины там все которые на разное несут за эти лозы и так далее я самым настоящим словом могу сказать неудачники завистники всю жизнь они меня завидовали и вы знаете они вздыхали и дохнут знаете от чего они дохнут что разин в ласковый май не брал ни одного музыканта никогда если кто-то мне кто-то приходил и говорил что у меня музыкальная школа или музыкальное образование это пожалуйста туда колебасову к женспису но не ко мне у меня моей моей команде работают только те кто не имеет отношения никакого к искусству и я буду лично как продюсер решать как им петь каким голосом и что им петь и это их всех бесило я собирал стадионы и продал 47 миллионов билетов каждый пятый гражданин советского союза купил это и чем больше я гадости писал о них чем больше я говорю что они ничтожество тем больше люди шли на меня и любили меня и мое творчество поэтому если уж кто-то говорит что разинги продюсер то вы кто чмошники чмошники самые настоящие вы знаете в нашем цеху это как бабий базар это завистники сплетники это негодяи только коротко несколько людей есть нормальных это сережа жуков который не пошел на этот бесовый концерт дима билан гриша лепс это есть нормальные люди но лолита ты куда лезешь ты всю жизнь была извини с члена на член прыгала он с твой муж слава богу хоть отдыхает от тебя здесь майами живет хоть нормально с хорошей прекрасной девушкой и нервы свои хоть успокаивает сидит вякает со сцены оскорбляет разина лоховка за бутылку пива отдавалась а я тут теперь виноват в чем я виноват что я успешнее вас всех что вы мне всю жизнь завидуете а сдохните вы знаете от чего от зависти вы всегда издыхали от зависти вы стояли на концерте в олимпийском я вас даже за кулисы не пускал я сказал охраннику чтоб ни одной твари с моего цеха не было рядом возле группы ласковый май 50 концертов почти дал 49 аншлагов в олимпийском ни один артист никогда ко мне за кулисы не подходил я вас даже не подпускал группе ласковый май потому что вы пита расы вы занимались хер знает чем наркотиками и так далее и мои дети я их отмыл очистил отучил их нюхать клей но в отличие от нас от этого я им сказал только низ ни в коем случае не соприкасайтесь с артистами потому что артисты они вас развратят артисты вас научат черт знает чему они завистники они обберут вас они вас напоят они вас наркотиками накачают поэтому я вас даже бледен не подпускал коллективу а вы сидите рассказывайте собрались крокус сити сделать вечер памяти вечер памяти кому вы на похороны собрались ласкового мая вы хотели похоронить ласковый май вот этим ужасным гнусавым вообще невозможно слушать мою мою музыку детдомовскую слушать ваши вы унизились за бабки пришли и как шакалы участвовали в этом сборище бесстыжие бессовестные морды а сдохните вы от зависти потому что я живу шикарно я с 87 года миллионер а вы никто вы ничтожество вы по сегодняшний день не можете деньги заработать а я их всегда зарабатывал и жил всегда шикарно и плевал я на вас на всех сдохните сами от зависти желчью обойдетесь говорите все что хотите пошли в жопу для меня главное это простые люди а те которые высокие слушают там долиных шмолиных пожалуйста слушайте дальше идите вы в жопу все я как жил хорошо так и буду жить всем привет андрей разин с вами ну не мог прореагировать конечно же после того что я увидел у ивливой эту проституцию то действительно я хочу сказать что в россии сейчас очень сложное время и на украине в россии идет просто настоящая война это что ребята там гибнут с обоих сторон и тысячи людей погибают и вдруг устроить такую вечеринку и вы как видели как всегда я говорил что это проститутка валита вы видели ее вот в этом жирное тело во всех этих чулках и как она себя вела но это мракобесия я говорил что это не мерзость еще эта мерзость говорит что мы с артистами разину не дадим заехать в россии да пошла ты в жопу все уже больше не просралась вы позиции Она контует и три штуки. Давай сюда. Наверное, не вернемся. Бомба! Так лучше! Ну вот, как я вам и говорил, вы видите это чучело. Еще в октябре месяце я говорил о том, что это мерзости. И вы посмотрели мое интервью, где она, не стесняясь, говорит, что она с западной Украины и приехала в Россию москалей обрабатывать и зарабатывать на нас бабки. На русских они, она их ацапами называла, и москалями. И эта мерзость Лолита показала свою сущность, потому что она ненавидит русских, ненавидит. И она делает все возможное, чтобы потом сидеть с этими упырями на Украине и обсуждать, и ржать. И они говорят, Лолита, молодец, к тебе вопросов нет. Но меня больше всего удивляет еще две мерзости. Это Лера Кудрянцева, я ее называл и называю главной проституткой. Она через проституцию попала в шоу-бизнес через нашу группу, когда ее снял один из музыкантов. За пять рублей в Казахстане. И она потом обманным путем приехала в Россию. Она тоже была на этой вечеринке, потому что как такая проститутка может пропустить такое мероприятие. И вот эта лесбинянка, которая типа защищает женщин, нападает на мужчин, всех с мужчинами судится, все мужья от нее давно сбежали. Это Гордон, это тоже мерзота, которая не могла пропустить, как лесбиянка, пропустить лесбейскую гомосексуальную вечеринку. И она, естественно, туда пришла, и это уже мерзости начали петь. Там песни под голых, под развратных, под полным сборищем идиотов. И мне больше всего, что интересно, что кремлевские именно на всех напали, даже включая Филиппа Киркорова, Диму Билана. А вот именно на этих двух, одной бляди и лесбиянки, не напали. Вы понимаете, они спокойно выступают, они ведут эфиры, и Гордон обслуживает, как всегда, кремлевских чиновников и кремлевских баб, которые нападают на своих мужей, потому что она ненавидит мужчин. Эта парочка уже сладкая, Лера там, по всей видимости, мужик, Гордон, по всей видимости, мальчик. Но вот их дуэт состоялся на этой вечеринке. Но мне противно, просто я вам сейчас покажу этот маленький ролик, мне противно, что кремлевские на одних нападают, а других защищают. Значит, этих блядей можно защищать, а других нет. Поэтому надо посмотреть обязательно 30-го программу, вы посмотрите этот ролик, а 30-го на моих каналах и 31-го, как убивали Юры Шатунова, я буду все подробно рассказывать, обязательно посмотрите. Всегда ваш Андрей Разин, с наступающим Новым Годом! Я безумно рада, мы с тобой уже много лет знакомы, очень много лет дружны, и я всегда говорила, Алёнка, ты вот взорвешь, ты пойдешь, пойдешь, попрешь, клянусь, я очень за тебя рада. Нравится вам или нет, это вам придется это слушать. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет, Андрей Разин с вами. 30-го декабря 2023 года будет большая премьера. Я бы очень хотел, чтобы все зашли на мой канал Андрей Разин, Ласковый май, а 31-го декабря на все социальные сети будет программа, как убивали Юры Шатунова, моя исповедь, которая основана на документах, и вы их все увидите, и увидите в оригинале, что стоит за убийством Юры Шатунова, и почему он был рабом последние три года, и куда его эта команда привела в могилу, а перед этим ограбили. Поэтому очень прошу вас всех, если будет какое-то время на эти праздники, все-таки посмотреть эту программу, как убивали Юры Шатунова. Всегда ваш Андрей Разин.